В преддверии Международного дня инвалидов открылась очередная выставка творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ранее были проведены турниры по шашкам, шахматам и дартс. Данная выставка проходит ежегодно и каждый раз в работах участников открывается что-то новое. Существует немало способов для реабилитации инвалидов, но, наверное, самое приятное из них – это прикладное искусство. Здесь рука мастера заметна сразу. Каждый год всегда вот прямо удивляешься, как можно, сколько можно иметь талантов, выдумки. Это неограниченные, наверное, действительно возможности у людей. Я всегда им удивляюсь. Представлено на нашу выставку более 80 работ и более 40 человек участвуют в этой выставке. Своё искусство показали мастера традиционных видов прикладного творчества – художественные вышивки, бисероплетения, вязания, макраме, резьбы по дереву, оригами, лепки, живописи и графики. Немало работ было выполнено в популярных техниках – декупаж, декорирование предметов рисунками и орнаментом, вышивка лентами, холодная пайка, канзаша – это японское искусство изготовления цветов из шёлка, тильда – куклы ручной работы, тапиарии – изготовление декоративных деревьев. Участники в очередной раз доказали, что у них неограниченные творческие таланты. Больше всего мне нравится декупаж. Я люблю заниматься декупажем, именно декупаж. Потому что я покупаю, хожу по магазинам, выбираю разные салфетки, которые мне подходят для декупажа. У меня вышивок много, 15 рамок вышивок. Дома они висят. И техник-то пиарий я дарю подружкам. Бас их делают – дарю подружкам. И декупаж тоже дарю подружкам. Знакомым. Кто просит – дай – подари, подарю. Я трудился недолго, 2-3 дня, 2-3 ночи точнее. Идея пришла, как я, после того, как на пенсии вышел. На пенсии вышел, пенсии минимальные, мизер. Как прожить на этой пенсии? Вот решил, что-то такое придумать. Придумал кран, вот теперь уже пользуюсь этим. Надеюсь, вот пользуюсь этим краном. Открыть, чтобы монеты пошли. Как полагает? Пока еще не знаю, еще не пробовал, не испытывал. Все впереди. Я ее недавно закончил, неделю тому назад работал. В этом году среди участников были и новички, которые свои работы на суд жюри представили впервые. Отметив мастерство всех конкурсантов, жюри присудило победу Тамаре Андреевой, которая вышивает картины «Необычайные по сложности и красоте». Призерами стали искусные мастерицы Зои Михеева и Ольга Федорова. Также участники выставки получили награды в пяти номинациях – за оригинальность, за практичность, за изящество, за креатив и за преодоление. Все конкурсанты получили призы и награды от Чебоксарской ГЭС. В честь Международного дня инвалидов Чебоксарская ГЭС сделает еще один подарок людям с ограниченными возможностями. Откроет для них специальную студию в библиотеке имени Поларусова Шалиби. Помимо этого, как и в прошлые годы, на приобретение подарочных наборов для членов городской организации инвалидов гидростанция выделила 100 тысяч рублей. Для нас большая честь ежегодно поддерживать такое важное мероприятие с участием людей поистине с неограниченными возможностями. Мы очень рады, что нас ежегодно приглашают, что мы можем видеть прекрасные работы и показывать всем нашим горожанам, кто живет рядом с нами, какие у людей есть таланты. И для нас это очень тоже важно. Каждый из участников выставки получил заряд энергии и хорошее настроение. Ведь конкурс творчества – это не просто возможность показать свои работы, но еще и место встречи и общения. Елена Фирцева, Павел Андреев, Новости, Ново-Чебоксарска.